наш фиг продолжает программа леона вайнштейна голос здравого смысла здравствуйте ли он добрый день добрый день очень рад вам в этот прекрасный пятничный день после праздника дня благодарения и в канун праздника ханука должен сказать что вот день благодарения из всех светских праздников да наверное мой самый любимый а потому что мне ужасно нравится сам процесс когда вот мы по крайней мере у нас в семье собираются там друзья и в семье собираются люди за столом и как бы по очереди рассказывают за что они благодарны судьбе судьбе людям рядом случаем в жизни там чему-то еще и это вот как как грузинские тосты вы знаете вот люди начинают говорить на другое вещи которые в нормальной обычной жизни ты не скажешь а их так надо ну не скажешь надо бы говорить но мы не делаем этого да и так надо слышать так надо говорить потому что это здорово в общем а ну давайте теперь от праздником к нашим мрачным будням россия украина что вообще происходит с одной стороны информация там военные действия с другой стороны смотрю там еще что то что вы по этому поводу знаете можете нам рассказать ну скажем так а если что-то сегодня конкретно произошло то я этого не знаю так что считаете что все мои рассуждения на уровне приблизительно вчерашнего конца вчерашнего дня а там происходит следующее а где-то наверное недели три тому назад а вдруг в трех средствах массовой информации трех трех источников средств массовой информации в вашингтон таймс а msnbc и забыл где еще подозревающий cnn но боюсь сказать говорить да вдруг появилось такое сообщение что вот так сказать вот русские там российские танки движутся в сторону границы украины по этому поводу никто слова не сказал то есть вот три этих самых источника который очень близки они все очень близки к белому дому и т.д. и т.п. понятно в демократической партии к новой идеологии там они они и рупоры они и составляющие там они вот они значит вот все это сообщили и никто не подтвердил военные эксперты когда их спрашивали говорили да не видели маниаких танков со спутников европейцы говорят мы тоже ничего не видели украинцы какие танки где идут не знаем как и с какой стороны и с какой стороны это безумно странно да но через несколько дней после этого объявляется что здесь на самом деле даже не объявляется а мы узнаем из российских источников информации что в москву прилетел руководитель царю вы царю прилетел в москву значит как утверждает андрей ларионов это был четвертый за все время существования цару визит руководителя царю в москву то есть это абсолютно экстраординарное событие после этого в россии в интервью ой забыл на секунду кто это сказал значит руководитель по-моему руководитель то ли грыл то ли фсб сказал что а приехал руководитель дружественной разведки то есть еще раз господа руководитель центрального разведки управления называется россиянами руководитель дружественной разведки а на вопрос чего он там делал нам вдруг опять же те же самые средства массовой информации как чего он вот летал потому что русские начали двигать а танки в сторону а украинской границы а они не начали двигать некие танки как в общем выяснилось впоследствии да что все это было просто то ли кто-то пустил утку то ли обман то ли то ли то ли непонятно что то есть вот раз пустилась такая утка которую никто не подхватил два полетел решать эту проблему руководитель цару что запаси само по себе безумно странно до четвертый раз летал за всю историю центрального третье русские называют вдруг цару дружественная разведка и что-то там такое он делает там два дня два дня он что-то делает с патрушевым вроде общается но бывший его коллега нынче то сказать руководителям со военным советом как он там называется у них совет обороны россии по модели что такое а еще с какими-то резьми тоже связаны что-то такое они обсуждают что я они говорят что якобы движение значит танков на украину дымовая завеса какая-то была пущена дальше проходит не больше двух дней после этого визита который нам не сказали мы узнали о нем только из средств российских средств вас информация но потом уже и свои были вынуждены что-то говорить через пару дней после этого визита вдруг действительно начинается какие-то движения каких-то войск российских даже в сторону границы какие-то странные перемещения вдруг трениться вы как называется тренинг действия вдруг происходит попад на этих самых на абордажных судах для абордажных а как на десантных вот десантных судах которыми можно сказать далеко от керчи стоят и как-то тренируются чтобы высаживаться в сторону керчи то есть дальше друг украина который до того говорила какие-то ничего не знаем вообще о чем вы говорите вдруг начинает выражать обеспокоенность по этому поводу и вот создается как это страннейшая совершенно картина того что кто-то пустил много дыма а потом нам сказали что это не дым что там где дым там обязательно огонь хотя не израильтяне сверху не американцы не так сказать украинцы никто не европейцы никто не видел этого да вот но нам грешил от из-за этого вот все это и происходит вот сейчас уж россия очень агрессивно и вдруг начинает дело немножко проясняться выступает любимый вами серёжа и вашей аудитории человек по фамилии байден и и даже не помню он было коммуника из белого дома пол коммуника потому что он он иногда даже читать не может то что его пишут то что он просто не соображает не может связать нескольких слов поэтому они коммуникает дают по у коммуникает было из белого дома которая значит озвучивала примерно следующее строгий но справедливый вождь американского народа планирует послать в украину американских военных советников целый самолет ну там сколько их сядет туда 20-30-50 вот а кроме того он еще собирается дать им летальное оружие чтобы остановить этих кошмарных страшных русских которые с которым то чтобы засуство ловался и в украину не летал в зеленской не разговаривал никакого блин когда так сказать взаимоотношения не было ни с кем из украинских коллег большому счету они украинцы пытались дать нам список того чего нужно обойду просто пальцем трубку во время разговора что может не совместно тот другой нажал на кнопку да вот сегодня не сам это делает я думаю что даже на кнопку не знает когда даже вот но дальше еще интереснее летальное оружие какое летальное оружие ой оказывается цепилины 10 кучу цепилировать давал там а он еще немножко даст цепилина а кроме того он им пришлет минометы если я правильно понял чего там было написано значит самое да и еще пришлют еще какие-то ракеты которые прямо протыкают броню там все взрывают и прочее прочее когда пришлет неизвестно сколько лежать неизвестно обязательно придет до самое главное было оставлено на конец этого коммунике просто самый удар вот байден в отличие от предыдущей администрации он связался с нашими коллегами из европы которые тоже высказывают невероятную беспокоенность ведь несуществующим движением российских войск в сторону украины и они значит будут утверждение опять же американцев они европейцев они будут вместе с америкой вводить санкции против вот этого плохого кремля который так сказать который сказал что американская цару это дружественная разведка чем совершенно меня лично ошарашил я думаю что по всех остальных тоже потому что европейцы только что сели на иглу газовую то есть они так они сидели оттуда не утвердились на ли просто вот все или и сидят северный поток 2 да как мы знаем мы знаем который позволит мимо украины и больше значит гнать газ в европу европа отказалась от контрактов с газом с кем угодно значит из-за совершенно идиотских действий и в брюсселе чиновничество газа взлетел в цене значит он стоил 300 350 долларов за 10 за тысячу квадратных кубометров газа да я пытаюсь переводить из одних цифр в другие а значит он стал стоить 1900 из 300 потом просто спустился сейчас до 1000 сначала была жуткая паника почему была паника потому что европейцы выдумали там с зелеными этими самыми энергиями энергетиками плюс такую чушь что количество газа просто стало необходимо намного больше электростанции стали брать его вместо угля после штрафовали зубу европе за уголь значит поэтому газа стала дико не хватать а когда что-то не хватает там 5 процентов даже дефицит не хватает то цены наверх так до 20 процентов не хватает то это просто мировая паника и того цены взлетели на 1900 сейчас они спустились до 1000 всего в три с половиной раза больше чем были только что раньше политика того же байдона привела к тому что цены на нефть на пьючерсы по утверждению путина станут к лету а 22 года 100 долларов а по утверждению банков америка их аналистов 120 но даже если поверить путину который меньше говорит она накинулись а в тобой плохой а банк в америка вы не искали бертва и плохой вам занижает цифры будет 120 даже если что стол а и считает эти 1000 долларов 1000 кубометров значит газа и и 100 долларов баррель баррель то есть ну да баррель нефти 100 долларов то россия с одной стороны никого захватывать не будет зачем какие-то неприятности из такой глупости мелочи как украина но с другой стороны что самое главное кто в европе вдруг скажет своему народу что из-за того что россия там нападает на какую-то украину бы вам сейчас перережем газ и вам будет нечем топить ваши дома всю зиму или зачем готовить понятно что это не произойдет ежу то есть разговор байдена о том что ну мы сейчас вот европейцами доложим такие санкции что прямо россия вот это вот нужно и наложить какие-то санкции да типа санкции до чего-то дела унтер офицерская вдова и сама себя от христалла таскать да там плеткой высекла вот такие санкции приблизительно а больше ничего делать не будет думаешь по этому поводу думаешь и думаешь зачем это нужно вранье по поводу того что россия двигает танки в ту сторону потом полет царюшника потом заявление что сырует дружественная разведка потом заявление о том что российские все-таки двигают потом россия вдруг начинает делать какие-то движения без того что перемещение солдат не происходит не происходит как там стояла 92 тысячи военного состава вокруг так сказать включая там белоруссию керчь там крым снизу там россия так сказать вот он самая верхняя граница российская северная и южная граница украинская как стоял 92 тысячи так и есть и там неполные составы мы же знаем что они привели туда технику отвалили и оставили там неполные составы всего ничего не поменялось в этом смысле все то же самое происходит для чего это может делаться вот для чего все это может делаться идут начинаешь друг думать ну не для путина до чего американцы бручат для путина дело я уже говорил с моей точки зрения украину давно стали искать путину отдали украину там за другое а ну с условием чтобы он не нападал не залезал чтобы не было вот этого взрыва потому что но действительно придется каким-то образом реагировать грузинский вариант задушить но так чтобы просто в украине поменяли там политику поменяли может правительство меня людей поменяют и так же половина вам сидит там таких которые готовы то сказать дружить россии делать все что россия говорит то есть провести грузинский вариант вместо захвата вместо варианта скажем так сказать 2008 года когда сказать дернулись в грузию варианта сказать вот сейчас сегодняшвили когда купили такой же вариант привести в украину как бы россии это не нужно европе это не нужно украине ну единственное что украине говорят там прыгай и она спрашивает как высоко прыгать да потому что таскать ну чего им делать бедным у них таскать не вооружение не денег не того для силу олигархи друг другом дерутся таскать и и т.д. а значит население жалко чудесно и хорошие милые очаровательные образованные там люди граждане показавшие что они и на защиту страны готовы идти и воевать и умирать и на майдан готовы идти политически да жалко и но игра таскать идет вокруг и прочесть кому это может быть нужно и вот единственное что мне приходит на ум и больше ничего поэтому если у кого-то придут какая-то другая идея трес удовольствием его послушаю только логическое не просто думаю что вот вот такая вот идея у байдера жуткий рейтинг как вы знаете значит ну те кто честно считают говорят 38 процентов те кто был хоть похоже говорят что 42 тоже ужасно это ужасно то есть у него 55 когда он вступил в должность свою то что выборы в вержении показали 12 процентов населения отшатнулась до в нью-джерси на день выборов 9 процентов отшатнулась а потом по опросам бум еще три процента из 12 процентов населения они потеряли кошмары с афганистаном ужас с 2,4 миллиона человек которые перешли границу и которых они засылают без этого самого не делаем никаких прививок и прочее никто же мне хочется чтобы делали прививки я просто говорю и мне делают никаких прививок то время никого другого в страну они не пускают без прививок и не пускают в рестораны и не пускают в кино и не пускают в оперу или пускают в самолеты этого а этих пород 2,4 миллиона зашли заходят люди значит у нижнего нижнего слоя населения приходит кто-то кто отнимают них работу за меньшие деньги они там живут 5 15 20 человек в одной комнате и отнимают работу тех кто должен платить за то за все за обучение за это даже у тех кто раньше приехал они отнимают работу может тех кто раньше приехал нелегально лишь как-то устроились и нужно там а эти приехали плевать им главное так сказать вот живут вместе там болеют и не знаю там манарок спят там как угодно получают деньги любые и посылают искать домой либо оставляют здесь дальше то что происходит с обучением со школами просто кошмар да вот 50 процентов тех кто качнулся от демократов стороны республикации покачнулись из-за того что они проделывают у нас в школах значит народ не любит инфляцию чтобы там не говорили у нас хорошо с людьми которым количество рабочих места очень хорошо ну естественно вышли из ковида таскать ну ковид то опять приходит и приходит и приходите новые четвертые шестнадцатые таскать мы уже понимаем что они бесконечно это дело то есть народ нервничает и поэтому белому думу надо выдумать что такое чтобы поднять поднять рейтинг президентства ну камилла как вы знаете камала харрис просто в состоянии полные вырубы 35 процентов у настроения из демократов а у нее рейтинг 28 то есть она потеряла даже 7 процентов демократов то галтелых она потеряла то есть то есть ну ну совсем так сказать очумелая баба извиняюсь не тем местом очевидно думала всегда всю свою жизнь а сейчас на этим местом думать она не умеет но не умеет она этого делать когда ее спрашивают вы почему бы не поехали на границу на которую вы как бы отвечаете она хихикает и говорит странненькие вопросы ко мне отстали да вот это она на cbs было интервью one to one один к один так вот у них завал а как завалы обычно решаются решаются либо войну либо каким это действиями в истории человечества как-то решалось до либо какими-то действиями которые показывали что наш управитель может где-то там что-то но тут он нас так защитит но такой классный и он сейчас покажется самому вот самому страшному врагу который называется путин там да ну как бы не стало с наша разведка их разведка близкие друзья они враги ну не важно сейчас покажут этому путину как на нашу украину любимую есть я думаю что все вот это разыгрывается для того чтобы создать ощущение что сейчас будет война уже почти 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 начинается и тут вмешивается значит пахан наш батя значит как вы там вот здесь председатель да вот и разруливают эту историю и американский народ счастлив весь мир счастлив и он таскать бум у него рейтинг опять поднимается наверх по этому поводу соображения и он будет выступать говорить о своих достижениях мировых о том что вот вот он сбежал с его помощью избежали войны и средства массовой информации будут это тиражировать и вдалбливать мозги от не интересно у нас довольно большая интересная дружная как правило украинская община живет в ренойсе и значительная часть из них поддались на эту провокацию ну то есть есть ново трампер и которые просто по каким-то непонятным причинам а вот скажем что касается украинской общины то значительная часть ее поддалась на право на эту пропаганду и они ненавидели трампа полагаю что трамп сдал украину поскольку трамп является ставленником путина значит вот байден придет и они помогут до сих пор придерживаются этой точки зрения вот у меня есть к этим людям вопрос который я на самом деле и я несколько других блогеров журналистов там специалистов пытались задавать потому что на самом деле вот как я уже сказал украинцы они очень-очень креативные люди они открыты и они готовы бороться за 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 свои убеждения то есть значительно больше чем российский народ с моей точки зрения по крайней мере так показано показана последняя история показывал но вот интересно как их привели к единому знаменателю то есть вот у них на глазах происходит что-то они ведь не тому что происходит у них на глазах а что происходит на экране который объясняет что на самом деле то что происходит у вас на глазах это не так а на самом деле черненько и она беленькая зелененько на красные мы вот люди которые пытаются анализировать и прочее задаем все время одни и те же вопросы нашим читательным зрителям или тем людям с которыми мы общаемся и прочее скажите пожалуйста вот какое действие скажем зовите 3 действия которые сделал трамп чтобы они были в во вред украине и в пользу россии пока что мне никто ни одного не назвал а не рассуждение типа а вот хотел а он сказал там а вот там а такая-то газета написала cnn там или кто-то еще там что-то сделал а действительно вот какое-то действие которое я бы доказала действую потому что ну чего-то искать там по словам судить словами чего угодно скажу я вообще может быть перед переговорами буду говорить там 20 раз что-то другое да а сам люблю получить вот это вот действие раз два три пожалуйста мне список из трех действий которые трамп сделал теперь я также хотел бы получить список из трех действий не к слова не обещание список из трех действий которые сделал байден которые были бы в пользу украины и в в минус россии во вред минус там ограничения там того подобное как угодно называйте не трёп не угрозы не до действия я могу назвать запросто легко 3 5 может быть 7 действий трампа которые были в пользу украины и в минус россии я могу назвать столько же которые были сделаны байденом в плюс россии в минус украины вот поэтому мне безумно странно безумно странно вот эта позиция украинской общины или там части этой украинской общины пышут пышут каком-то негодованием там чем-то еще а начинаешь выяснять и они тоже переходят на другую тему или начинает пыхать на тебя теперь негодование а вот вот все что я хотел бы сказать украинской общине было бы здорово если кто-то из них вот позвонил и четко точно сначала только написал себе на бумажке коротко чтобы не какие три конкретных действия с одной стороны как я держу вас это не первая попытка но может быть найдется кто-то смелый человек который знает действительно больше чем мы может быть мы чего-то не знаем мы считаем что это будет хорошо украине оказывается что это плохо там да да блин там наоборот может быть наоборот давайте там быть самые цепилины украине было украины что байден дал возможность достраивать этот самый осеверный поток 2 может быть плохо для россии там что-то что 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 делал байден давайте сегодня впервые не ожидал практически о вашем разговоре местная наша украинская радио и там был ведущий которого задавали много вопросов и он сказал а вы не видите ему это пример объясню а вы видите парадокс что про русский трамп при трампе поток 2 был заморожен а при украинском замечательном президенте байдене он все открыли и россия делает все что она хочет это я впервые такое услышал на украинском ясном радио понимали значит единственно вершинки головы и как вы говорили я сам с украины очень глупые они живи они же видят а только 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 то чего вы говорите кто делает действительно кута добро для украины или пытается по крайней мере сделать а кто тоже является для него это я не скажу вам врагом безразличие вот так хорошо я есть вот есть какая-то надежда как говорят вот и все спасибо большое спасибо алекс да ну я я полагаю что скорее всего те украинцы которые голосовали за байден делали вывод на основании произнесенных фраз и слов скажем трамп сказал что он разговаривал с путиным и путин сказал что они не ничего не предпринимали никаких попыток повлиять на исход выборов и он верит путину в этом смысле что подтвердили всевозможные расследования на самом деле так оно и было оказалось что связь была не между трампом и кремлем а между хиллари клинтон и кремлем я думаю что вот на основании таких слов делались выводы и выводы были к сожалению неправильными добрый день пожалуйста здравствуйте а вы знаете я слушаю это радио украинская и зовут этого комментатора на займу хочу бы он все время эту идею высказывает но дело в том что это это радио у нас есть еще тут другие украинские радио что там говорят я понятия не имею вот но вот у меня знаете какая недавно мысль возникла связи с тем что мне сказали что трамп где-то выступал и заявил что через какое-то время через какое-то через три года украина и господи соединенные штаты курятся на несколько государств и знаете для сначала когда говорили нам надо разделиться с этими левыми мне казалось что действительно надо разделиться потому что этот социализм который они тут насаждают при нем жить невозможно и с ними договориться практически невозможно но вот в этот момент я почему-то знаете подумала что это же была голубая мечта путина развалить соединенные штаты и если соединенные штаты развалятся значит что остается верховодить будут в мире кто китай а там к ним еще разец так сказать подлаживается и я так понимаю что нужно бороться не за то чтобы развалить соединенные штаты а за то чтобы не допустить левых до и до правления и так сказать убрать их от правления будет как вы думаете а еще что какая мысль у меня возникла что вот это вот захват левыми демократической партии это все программа кгб и потому что вот это досье было рождено не в китае не иску не на кубе не а именно в россии и и на основном этого досье это будет борьба с трампом насчет сговора с россией была продвинута на самом деле это был демократической партии спасибо ну начнем с самого конца нет россия не явилась той или там россии той страной которая повлияла на захват левыми демократической партии скорее сказал что это шваб дэйвас давос по-русски полна давос на глобалисты там и тому подобное а насчет того что досье было создано усилиями кгб ну естественно искать был это впрямую как бы эту смысл фсб этим занималась или занимались какие-то люди которые там типа вот этого арестованного сейчас на молодого человека это было понятно самого начала потому что там были какие-то моменты в этом досье который просто не мог придумать американец мог придумать только в русский чек там вызвать проституток в номер которые визуяюсь писали на кровать для того чтобы вот каким-то образом там и дизайта унизить барака обаму который якобы на этой кровати когда-то спал а это такая типичная российская история и ну но не стоит представляете трампа кто его детей которых он воспитывал который не пьет никто не курит все учатся все нормальные люди вдруг тракт вызывает девушек московских что они писали на кровать ну понятно что это было немного чего такого там было написано чем было понятно что это никакого отношения к трампу не имеет значит конечно дестабилизация соединенных штатов америка это одна из целей в россии дестабилизация советского союза счет россии это одна из целей по крайней мере было до того вот мы выяснили что цару это близкий друг а вы думали что дестабилизация россии раскол ее на какое-то количество частей это цель цель наша мы вмешиваемся в чужие выборы они вмешиваются в наши выборы мы даже в израильские выборы пытались вмешиваться при при бараке обами и т.д. и т.п. естественно были если во все они все стали лезут тоже во что это жизнь эта игра вам может это нравится не нравится но ничего не поделаешь то есть может быть может что-то поделать когда мы станем ангелами пока мы люди вы ничего поделать нельзя теперь насчет раскола соединенных штатов америки на несколько государств а дело в том что трамп не хочет этого он говорит что я чувствую я не слышал этого выступления отражающего несколько раз то проскальзывало всех интервью и тому подобное он боится что это произойдет и искать вот вот на чем это основывается сейчас я буду цитировать не его извиняюсь а собственную жену потому что она уже года два назад начала рассказывать мне как соединенные штаты рассыпется и почему мы имеем страну в которой значит есть два берега и центр по берегам а либералы огромное количество нелегалов огромное количество людей которые получают в город больших городах живут получают от правительства чего-то сами дают значительно меньше чем получают а то есть люди которые из-за кошелька даже психологии кошелька и прочее прочее будут голосовать за ту сторону который больше нас больше дают демократы чем республиканцы в центре америке почти все штаты если вы смотрите кто голосовал там за байдена кто голосовал за за трампа струйте же весь центр америке практически весь красный этот цвет республиканская партия берега там с небольшими заходами чуть-чуть да они голубые синий не знаю там таскать то есть они голосовали за 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 байден а вот если то что будет происходит сейчас а именно полный уход а флориды из-под попытка полного ухода флориды из-под законов которые выпускают час из белого дома из центра полный или попытка полного ухода читать техаса из-под этого самого флорида просто лидирует техас идет парваторе он делает практически все то же самое да я могу назвать еще пять-шесть штатов которые двигаются только флорида что-то делает у них у самих там нет столько денег на юристов там и на исследовании это это были бомза уже копируют то что флорида делает скажет об серверная дакота например да то есть настроение у людей все больше и больше и больше разъединяться пока что не физически разъединиться но разъединиться от тех законов идиотских чего учат детей наших да куча моих знакомых в возрасте моих дочерей то есть 35 40 45 лет они уже переехали или переезжают в северную каролину во флориду в техас там и тому подобное почему потому что они говорят мы ужасе от того чего учат наши детей дети приходят нашими врагами из школы они говорят вещи это еще не создают но не говорят вещи которые еще год еще два еще три и их научат нас ненавидеть и ненавидеть самих себя за то что у них белый цвет кожи то что ли какая-то привилегия мы приехали без копейки денег сюда вы учились здесь мы вкалывали здесь по 24 часа в сутки для того чтобы купить этот первый дом купить ту машину дать возможность детям мороженое съесть пойти в макдоналдс когда извиняюсь были такие семьи которые раз там в две недели устраивали там куда-то поход для детей чтобы они там поиграли где-то или что-то потому что не было ничего так какая у нас привилегия просто потому что мы хотим учиться они не хотят мы готовы втючивать время наше усилие страдать там пытаться не доедать в каких-то случаях а сколько знакомых моих брали с суду из-под дома а потом извиняюсь бизнес пролетал и они вынуждены были снова начинать все это слово кому-то получилось кого-то не получилось это привилегия что ли наш психологический у нас есть три страны то есть одна страна это левый правый берег но они не богателек соединиться у них нет некой соединительной черты и другая страна центр ты вот вполне возможно что в результате вот всех тех действий о которых мы говорим тренинг ненависти и тому подобное абсолютно разные информации которые получают одни и другие абсолютно уверенности в том что их информация она правильная что их информация она единственно возможная что другая страна либо идиоты либо подолки либо там сволочи либо там продажные твари и тому подобное у нас получается что если центр говорит мы не хотим больше жить по вашим правилам и уходит то это разбивает ствол на три части одна часть этих океанский берег другая таскать ледовит и берега третье это середина центр америки и вот что будет дальше никто не знает но вполне возможно что это движение может начаться и он давайте мы остановимся сделаем небольшой перерыв после чего вернемся обязательно продолжим если будут вопросы пожалуйста звоните но уже после рекламы возвращаемся в программу леона вайнштейна голос здравого смысла телефон в студии по-прежнему восемьсот сорок семь четыре ноль ноль пять два ноль ноль если будут вопросы звоните ну а мы продолжаем в понедельник начинается слушание гилейн или гислейн я не знаю пишется гислейна произносит гилейн максвелл это джеффри эпштейна правая рука скандальная история федеральный суд при который который в котором будет проходить слушание принял решение что не будут транслировать заседание суда вот заседание суда так сказать в киноше транслировалось его обсуждали его комментировали выдавалось на гора столько всякого а вот тут почему-то решили это дело провести закрытым порядком как вы думаете почему ну а я думаю что дополнить еще дополнительно к этому распоряжению есть еще распоряжение суда под страхом тюремного заключения не рассказывает ничего что происходит там не в частых беседах не в телефонных беседах не в печати не послать по имейлу тем более говорить с прессой то есть ничего из того что там происходит не будет нам известно что сразу говорит нам о том что мы ничего об этом не узнаем и не будем знать ни о том не что происходило не почему происходило не почему там она получила условно четыре года и спокойно уехала к себе в англию это или случайно отравилась и все и никаких имен никаких ничего вообще ничего ничего правда билл гейтс поторопился давай интервью ему задали вопрос о том что он встречался мир да мне нужно было там инвестиции а он имел доступ и я с ним несколько рад но это было очень давно давно и как бы ну как вы несколько раз встречались но и я жалею о том что я встречался ничего нового им сказать не могу на всякий случай знаете а вдруг что-то всплывет них не пригодная в общем там позвольте демочкой трой похоже там перечень участников довольно высокопоставленных очевидно и их неприглядное поведение поэтому все это будет проходить закрытом режиме это как когорта неприкасаемых они они живут дочка судьи станет вице-президентом какой-нибудь корпорации с окладом в 15 миллионов долларов добрый день пожалуйста в эфире передачи вот у меня я хочу просто не могу понять почему вот этот киев который занимался дурам и вот это расследование не только сейчас далее сему-то распускать это все причем это как-то все половинчато почему не сделали это допустим год назад перед выборами и кому это выгодно сейчас выпускать этот кейс и как риса чуть-чуть выпускать а вторую просто мне такой одникают вот мы допустим я с вами согласен во многих вещах но в принципе америка голосует по шкурным принципам понимаете и многие люди голосуют что будет выгодно мне они допустим что будет выгодно стране понимаете и они когда голосуют они решают демократы не дают это республиканцы мне это не дадут они не заберут эти кормушки а эти дают мне кормушки вот и все и к этому приходится и все это воспитание людей которые говорят там русские вмешивались они ничего не вмешивались принципе это мы сами люди такие которые в америке живут шкурно смотрят на на выбор и вот и все как вы думаете по этому поводу спасибо ну насчет дурхома есть несколько спорных мнений одно из такое он действительно бульдог как его называли он вцепляется и отцепить его очень сложно а не не нажимом не 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 знаю там атаками на его там семью и прочее прочее не намеками значит в тот момент когда были выборы во первых его замедлил бар и сказал ему будучи его прямым начальником пока ничего у тебя нет ничего конкретного ничего ты никому ничего не говоришь как бы нормально то есть это это подчиненный может понять не вмешивайся в течение это сказать политического процесса потому что у тебя нет еще стопроцентного уверенности а теперь прошло какое-то время у него теперь появилась стопроцентная уверенность он потребовал созыва значит вот то что называется гранд жюри да то есть ну там особого там круга присяжных там заседатель не за их по-русски сказать а которым представляются материалы они решают продолжать не продолжать можно нельзя там и тому подобное это не то жюри которые не те присяжные которые сидят во время суда это те присяжные которые скажем контролируют по закону по нашему работу вот таких вот комитетов исследований и т.д. и т.п. количество материала пошел в это гранд жюри с этим материалом и сказал вот так и так могу ли я этого человека арестовать могу ли этого человека допросить могу ли я сделал то 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 они осмотрели искали да можешь и он начал раскручивать он чего-то такой уже раскрутил есть два варианта вариант номер один это раскручивается ниточкой для того чтобы нам объяснить что это все делали это отдельные нехорошие люди стрелочники а и вот они вот раз два три 4 5 и 6 их стрелочников там которые это делали вот они признались и вот они там получат сейчас а что скорее всего с моей точки зрения а на второй вариант что он действительно вцепился не отпускаете медленно-медленно-медленно раскручивает это дело это идет абсолютно в разрез с тем что хотел бы нынешнее правительство но сделать они ну почти ничего не могут а что касается 2 вопрос по мою это вполне нормальный каждый человек голосует за то что он голосует просто очевидно страна поменялась население страны поменялось политика поменялась то есть когда страна создавалась когда все люди которые хотели жить чем лучше жить тем больше работать они голосовали соответственно когда в стране миллионы людей которые не работают не потому что они вышли на пенсию а потому что их привезли сюда или разрешили приехать сюда а другим просто разрешили жить на за счет налогоплательщиков я собственно они голосуют естественно поэтому демократы и делают все чтоб таких чтобы это категория людей было как можно больше поэтому они открывают границы поэтому они нарушают законы с тем чтобы категории людей которые не работает которые не в состоянии работать по тем или иным причинам в смысле образование не позволяет языка не знает неважно они приехали им создаются все условия для того чтобы они жили и они так будут продолжать жить из поколения в поколение или скажем что касается меньшин так называемых особенно афроамериканской начиная с lbj политика была направлена то чтобы эти семьи разрушались чтобы они все большей степени зависели от правительства поэтому они блоком голосовали за демократическую партию то есть принцип того что люди голосуют за свои интересы это нормально это не противоестественно я голосую за человека который хочет снизить налоги потому что я работаю мне кажется что у меня забирают много денег а другой голосует за демократов потому что он не работает не хочет не будет работать но они дадут ему возможность жить не умереть с голоду оплатит ему жилье обучение там и так далее и так далее абсолютно согласен и хочу только добавить следующее у нас не те люди как бы виноваты которые голосуют по шкурным принципам действительно так и надо голосовать по шкурным принципам я так понимаю кто-то по-другому у меня шкурные принципы входит также обучение моих детей там отношения с кем-то ищешь какой другой страной а у кого-то другого шкурные принципе это чистого соседей работа там получение там молока бесплатного и тому подобное нормально проблема другая проблема в том что мы разрешили голосовать людям которые ничего не дают нам как обществу а только забирая но при этом мы дали им право голосовать решать сколько у нас забрать чтобы отдать вот приблизительно где проблема совсем не в том что шкурные принципы абсолютно так что в принципе все нормально затем исключением что избирателя который сам себя обеспечивает который работает который придерживается традиционных принципов его пытаются заменить на другого избирателя который не может не будет не хочет работать но будет продолжать жить за счет того кто работает вот в этом проблема и в этом проблема кошмар кошмар демократических стран напоминаю у нас организовывалось у нас не демократию нас организовывался республика но с двумя к сожалению ошибками в конституции а первая ошибка это вот то что дали голосование это явилось так сказать всеобщим там обязанностью не знаю там всеобщим правом справа на заслужить если у тебя есть право да надо надо что-то сделал для того чтобы получить это право это первое а второе что в конституции не было прописано очень четко что у людей нельзя забирать деньги из того что они что они зарабатывают и какой-то там не помню бомбом 42 конгресс если не ошибаюсь могу с цифрой ошибаться он вдруг до лишнего дочитам один процентик с нас и три процентика с более богатых потом три процентика с нас 7 процентика с более богатых и вот с этого момента конгрессы которые раньше писали приблизительно 40 50 тысяч страниц законов за два года с этого момента стали писать 500 тысяч миллион 2 3 миллиона страниц законов каждые два года 3 миллиона страниц каждые два года 99 процентов о том как отнять у нас деньги чтобы передать им то есть они себе забирают деньги наши а потом решают что с ними делать вот это две страшных ошибок которые были совершены в нашей конституции там нашем построении в нашем так чему угодно а шкурный принцип шкурный принцип это окей на шкурном принципе построена америка на шкурном тридцем и построен за и на шкурном принципе построена австралия все порядка с ним и он сегодня черная пятница у нас некоторые магазины открылся в пять часов утра но в некоторых для некоторых групп населения черная пятница началась вчера или даже позавчера в частности в калифорнии я знаю и причем скидка была сто процентов для некоторых да прелесть всей этой ситуации заключалась в том что они подогнали машины причем новенькие хорошие машины недавно купленные и дешевые но там у них там вкусом свой там они любят там хандаи там всякие разукрашенные там и тому подобное да не дешевые машины вот эти все машины десятками были подогнаны к тем местам которых они грабили после этого люди вышли надели на себя купюшоты маски на лицо взяли молотки в руки я думаю что молотки им раздали еще в прошлое время наночка демократик с моей точки границы пошли забирать значит потом ворвались в мессис причем именно в отдел фирменных этих самых там интересная штука произошла значит сначала начали ворвались туда забрали все что могли забрать ушли а потом после верительства очевидцев еще 20-30 человек вернулась и добрала потому что у них в машинах которые не загружали остались места еще после чего не тронулись и уехали и вот в этот момент приехала полиция с визгом с криком там сиренами и тому подобное ну там вроде кого-то сдержали вроде кого-то нет а такое впечатление что у нас значит около мэйсис около мулов и работают камеры шума лица ничего не вывешивает вот я когда нарушаю чего-то мне приходит сразу же письмо о том что заплати там семьдесят четыре доллара двадцать восемь центов ты там заехал никуда а тут как будто вообще камер неких нету просто люди взяли запарковали машины прямо у этого магазина в другом месте кстати это было в хейворсе рядом сан-франциско в другом месте по сан-козе они грабили там лулу лэнд и лулу как-то вот какой-то такой лулу лэнд он называется магазин тоже грабили все тоже самое делали тоже машины парковали прямо и тоже никаких снимков нету ужасно все странно правда а вот когда люди не совершенно извиняюсь без оружия без молотков и прочее заходят в на капитолий я не за это глупости ну дайте неделю поработать за это привы и убирать и прочее то их сажают на три года там до четыре на два с половиной держат под 100 дней больше больше папа больше уже по 6 месяцев держат в тюрьмах поэтому полно то есть у нас такая интересная выборочная очень история с правосудием фемида сняла повязку и начала делать что она хочет к сожалению времени больше не осталось еще у меня был один вопрос но это очевидно в следующий раз ли он огромное спасибо с наступающим светлым праздником ханаки и до следующей встречи спасибо вас тоже все а